Пиратский контент Часто бывает так, что начинающий инди-разработчик умеет только одно Но также встречаются разработчики, которые умеют одинаково хорошо и рисовать, и программировать Таких людей на самом деле много, поэтому, может быть, вы даже один из них Стоит попробовать Итак, перед нами всегда стоит вывод, купить или скачать Хороший и качественный контент всегда стоит денег, и это надо понимать Ведь авторы стараются, тратя свое время и силы на то, чтобы создать что-то действительно качественное И получить с этого профит Будь то признание, количество фанатов, например, или какая-то денежная сумма Поэтому поддержать автора это бравое дело Если, конечно, контент не сделан по принципу и так сойдет Но далеко не каждый разработчик может позволить себе купить хороший, качественный контент Поэтому кто-то покупает более дешевый, а кто-то ищет бесплатный Впрочем, в бесплатном контенте нет ничего плохого Попадается даже действительно качественный контент, который стоит либо копейки, либо вообще находится в свободном доступе Такого контента действительно много, но у него есть такая неприятная особенность Что из-за своей крутости и бесплатности его используют практически все разработчики Которые находятся не в команде, а работают в одиночку Кстати, о том, как собрать команду грамотно, я расскажу в следующих видео Более опытные разработчики объединяются в команды Но бывает так, что работа в команде им совсем не нравится Из-за того, что попадаются люди, которые недобросовестно относятся к своей работе И неважно, работают они на бесплатном начале или наоборот за какую-то сумму денег Работать в команде действительно сложно И, пожалуй, вернемся к бесплатному и платному контенту Многие разработчики его просто качают с торрентов или с подобных сайтов Которые выкладывают платный контент совершенно бесплатно Конечно же, они понимают, на какой риск они идут Но и тут есть свои, скажем так, нюансы Подобные сайты выкладывают контент чисто для ознакомления и личного пользования Что я имею в виду под этими двумя словами Под ознакомлением я понимаю то, что вы скачаете этот контент Используете его в своем проекте И если он вам подходит, то вы купите его у автора То есть приобретете лицензию Будь то полная версия программы Или наоборот Или полный контент То есть там какой-либо набор Например, моделей, текстур Или даже музыки Ведь бывает так, что половина купленного вами контента Оказывается абсолютно бесполезным И... или просто даже вам не подходит Такое действительно бывает И от этого никуда не спрятишься Поэтому я советую скачивать контент Пусть даже с торрентов Или с бесплатных сайтов Или с сайтов, которые выкладывают этот контент бесплатно Но опять же Не нужно использовать этот контент В своих коммерческих проектах Пока вы его не купили у автора Это... Ну, вы сами понимаете Это противозаконно Это нарушает авторские права Портит вам репутацию И ставит под угрозу вашу... И у вас просто большая вероятность того, что вы лишитесь большой суммы денег из-за штаба Поэтому порядок действий у нас все-таки будет примерно такой Первое, мы ищем контент, который нам необходим Второе, мы его используем Полностью обсматриваем Находим там всякие косяки И понимаем, нужен он нам или нет И, наконец, третье Если он нам нужен То мы покупаем лицензию у автора И все живы, здоровы и довольны Если посмотреть на Google Play, например Там очень много недоигр, созданных людьми Которые как раз-таки пользуются таким подходом Что скачивают ирадский контент То есть скачивают платный контент с пиратских сайтов И используют его в своих играх Которые выкладывают, собственно, на Google Play В принципе, Google их забанит Неважно, сколько времени пройдет, но он его забанит И может произойти так, что он забанит его навсегда И поэтому такой человек просто не будет иметь доступа Как к Google Play, так и вообще к поисковику Google Бан Google это страшная вещь на самом деле И придется покупать просто новое железо Новый компьютер Либо какие-то там хакерские штучки Чтобы вернуть свой доступ к аккаунтам Google Поэтому не балуйтесь такими вещами Это действительно неприятные последствия имеет Не жалейте денег на платный контент Особенно если он действительно качественный И сделан прям так с душой Он, соответственно, будет стоить много денег Но не стоит на это жалеть Вам эти деньги совершенно... Вам эти деньги просто-напросто окупятся Если ваш проект чего-то стоит Просто сроки окупаемости вашего проекта Могут немножко растягиваться В зависимости от того, сколько вы Вложитесь, например, в рекламу Раскрутку вашего проекта Но они обязательно окупятся И это надо понимать Ну а теперь поговорим о том Где же взять этот самый качественный контент Все зависит от того, каким движком вы пользуетесь Я, например, пользуюсь Unity 3D Ну и раньше пользовался Game Maker Studio У каждого движка обычно есть свой собственный магазин ассетов Который продает различные элементы Для создания игр на этом движке Будь то даже старенький, добренький FPS Creator Который уже, кажется, больше 70 таких паков создал На различные тематики И продает их, соответственно, своим пользователям А Unity 3D делает проще Он открыл доступ своим пользователям К магазину И они могут сами создавать ассеты То есть всякие там модели Текстуры, какие-то там бешки Уже готовые шаблоны игр И все такое И они сами это могут продавать В магазине Unity Asset Store Должен сказать, что в Unity есть действительно талантливые люди Особенно, которые продают всякие ассеты Кажется, там попадались мне даже такие ребята Которые работали над Ведьмаком И над Assassin's Creed Насчет Ведьмака Там есть очень крутой чувак Который анимировал Геральда И он выкладывает свои паки анимации На Unity 3D Я ссылочку скину тоже в описании Немного попиарю этого чувака Потому что он действительно очень крутой И его ассеты мне просто безумно нравятся Я их обязательно скоро куплю И сделаю что-нибудь с ними Если вы пользуетесь Unreal Engine или CryEngine У них также есть свои собственные магазины Хотя насчет CryEngine я не уверен Но у Unreal есть свои собственные магазины Совершенно точно И многие ассеты там, кстати, дублируются с Unity Потому что они и те же люди Просто создают свой контент Для разных движков Это, в принципе, вполне нормально Бесплатный контент То есть бесплатные сайты Сайты с бесплатным контентом Я думаю, вы их и сами найдете Потому что стоит их только ввести в Google Особенно на английском языке Их просто тьма Ну и во многих Этот контент тоже дублируется Поэтому стоит найти всего лишь 3-4 сайта И все Контент там будет практически одинаковый Поэтому ищите магазины по своему движку Неважно, каким именно вы пользуетесь Ставьте фильтр по цене И по популярности Так как самый популярный контент Он либо самый качественный Либо самый доступный Ну, доступный в плане цены, конечно же Но есть и те, которые популярны У более крутых разработчиков У различных компаний Такие тоже сидят на Unity Assist Store И покупают ассеты для игр Для своих проектов Поэтому Не стесняйтесь ни в коем случае Покупать такие ассеты Это наоборот очень круто Что вы можете себе это позволить И конечно же Используйте их в своих проектах Это очень сильно поднимет уровень Ваших игр или там фильмов Это действительно очень круто Вот вроде бы и все Что я хотел сказать В этом небольшом видео Но если оно оказалось тебе полезным Подписывайся и ставь лайк Ну и конечно же Вступай в группу ВКонтакте Чтобы не пропустить новые новости И конечно же видео По разным рубрикам Ну и на этом Пожалуй все Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok